Сейчас вот нормально все стало Сейчас вчера вышло, кстати, обновление новое Я закачал, не знаю, сейчас попробуем Еще после этого, может быть, он нас попросит откалибровать Тогда мы с Лешкой это сделаем И причем, смотрите Я включаю сначала дрон Включили дрончик Теперь включаем Пультик И я, наверное, включу сразу приложение Не DJI GO 4, да? А включу приложение вот это Ошибка Пишет что-то сначала, ошибка Ой, дождь пошел Блядь, как всегда Вот это все, блядь По поднос, ребята Отснимались Все, включай сжигание быстрее Все Ну, короче, давайте так посмотрим тогда Дождик пошел У нас заснять не получится Ну, мы давайте посмотрим менюшку этого приложения тогда Вот так оно выглядит Здесь что? Чтоб у меня не включен Wi-Fi Что-то... Не, а Карты гуглские здесь, да? Видите, показывает, как карты Короче, можно менять Саму где это меняется Сейчас А, это в настройках уже Когда заходишь сюда Вот здесь, по-моему Видите, все на русском языке Здесь что у нас? Единица измерения, да? Выбирается метрическая, британская Тип карты Вот, стандартный Спутниковый Рельеф И гибридный, да? Вот гибридный сейчас оставим То есть, вот будет показывать Вот так карту, видите? То есть, точные карты показывают Вообще обалденно Быстро очень фокусирует все Ну, может от того, что у меня здесь Wi-Fi Еще быстро делается из-за этого Ну, сам факт того, что Очень круто все Приложение в этом просто прям бомба Вот, автовзлет здесь тоже кнопочка Видите? Что, пробежимся дальше На русском языке здесь Что еще включается? Включение системы Гео Вот это я не знаю, что такое Нужно посмотреть будет Варнинг зон Шноу Гео А, это, короче, смотрит Включение зон, короче, да? Без полетных зон Там, секретных зон и так далее Показывает Так, использование изображений IMAP для метрической части Китая То есть, это два тумблера Такие же, как в DJI GO Да, китайские вот эти Показывать домашнюю ориентацию Потом показывать GPS-координаты Видите, все включается Язык Опять же, смотрите, сколько здесь языков есть Вообще от ТАС Вот Ну, у нас русский Мы поставим русский Вот Версия здесь, значит Это все про версии, да? Так, дальше еще Высота возврата домой Видите, устанавливать Я 80 метров поставил Максимальная высота Поставил 5000 Попробовал Он сначала вроде запомнил А потом, когда я вышел из приложения И зашел Он опять поставил максимальный 500 Так AR Вы автоматик Синхронизация какая-то идет Автоматическая Давайте вас Повключим тоже это Я так думаю Это ARDATA Видишь? То есть Пут твой, да? Записывает, наверное, синхронизация Видишь? ARDATA Это с приложения, наверное Синк Сбой синхронизации, пожалуйста Укажите А Здесь, наверное, нужно Сейчас посмотрим Здесь нужно заходить У них свой У DJI GO Как вы знаете Он идет А DJI-овский, да? Как он делает Как в Эппл-то Может попробовать Все-таки взлететь Нет, все-таки капает Еще, блин, опасно Ребят, не будем Я еще заказал Кстати, виниловые Противоводные наклейки Как написано Что они Как бы противоводные Не знаю Посмотрим, что это за дело такое Из Китая Должны привезти И заказал еще Такие вот на антенны Штуки усиливающие Потом тест проведем Тоже сниму Обязательно обзор Сигнал потерян Ручной режим Недоступен А, это вот То, что Видите Зависнуть Это когда При возврате домой Когда сигнал теряется Он начинает Что ему делать Либо зависнуть Либо приземлиться Сразу на том же месте Где сигнал потерян Либо на главную На главную То есть это на зону Ну, то есть Возврата домой Вернуться домой Я оставил Вернуться домой Так, здесь что Режим подвеса Следовать отклонению FPV Free Inspire Режим подвеса Ну, оставим такой Управление подвесом Касанием экрана Можно выключать Включать Потом наклон На 30 градусов вверх Это я сейчас включил Плюс Обычно я выключаю Знаете, да Это Как бы Чтобы камера На равно поднималась Либо на 30 градусов повыше Вот Это для того Чтобы я сейчас Просто мы хотели Снимать как раз 360 панораму И из-за этого Я так и включил Нет, дождь идет Ребят Снимать точно не будем Так Да так Система позиционирования Включается Передние огни Можно включать Выключать Вот эти красные Видите, я включаю На моевике Они гаснут Это вы знаете, да Вот Сейчас включу Сейчас, стоп Оп Вон, видите Загорается Передние огонечки Так Вот Калибровка компаса Здесь на русском языке Видите, она есть Автоматическая запись Потом Аппаратное Декодирование Не знаешь Что такое Кэш-видео То есть Вот он Кашируется И видео И фото И фото Просмотр Можно делать Прям Кэш-память То есть На телефон Он прям Делает Так Пика фокуса Пусто Это не будем Тоже делать Она в дисплее Фильтр Это фильтр Как вы поняли Да Это экспозиция Пересвет Он такой Выделяет Как Зэковская Такая Тельняшка Качество Предварительного Просмотра Автонастройка Я поставил Тоже Сигнал передачи Линии сетки Но это линии Форматировать Карты SD Кстати у нас Она отформатирована Она у нас Чистая Пустая Из 61 54 Так Речевые сообщения Вот это интересная штука Здесь Интервал сообщений То есть Если я сейчас поставлю Допустим 15 секунд То он будет Проговаривать Прям на Русском языке Баба говорит Короче Какие здесь В нем Неприятности Происходят Там есть Но он сигнал теряет Или еще что-то Вот сейчас Мы смотрите Я сейчас выключу Его дрон Сам Сейчас она скажет Что сигнал потерян Предупреждение Ваш летательный аппарат Отключен Прикольно Да Вот То есть Ну такая тема Интересная очень И все Причем Вот эти Здесь видите Много Объявлять Дистанция Объявлять Скорость Объявление Заряда Батареи Смарт Это Ну это Варнинг Сообщение Там Да Сами понимают Большой ветер Там и так далее Опять же На Кнопки Да Ц1 Ц2 Причем Настраивать Здесь очень много Выбора На кнопки Видите Все на русском Пишется Так Ну вот видите Да По погоде Нас не получилось Мы постараемся Сегодня Может быть Либо завтра С утра Отснять еще Материал По поводу Вот как он летает Как он снимает Панорамное видео Так давайте Я вам еще покажу Что здесь есть Еще в самих Настройках Есть режим FPV Который меня Просто радует Ребята Смотрите Бомба вообще Нажимаешь Короче здесь очки Видите Как он получается И вот смотрите Что происходит Подальше Видели Вот смотрите Мэвик Внимание Ошибка Компаса Ошибка Компаса Я принял Видите Он говорит Смотрите Я сейчас опускаю И камера Видите Опускается Так же Вообще Бомбина То есть Реально Можно Ну как бы Такие знаете Очки есть Туда вставляется Просто эта фишка И вот так У тебя получается Очки И как ты головой То есть Это тот же самый Что я вам говорил Не обязательно Очки покупать За 37 тысяч Можно вот так Вот тупо Летать Ошибка Компаса Видите Она проговаривает Ну то есть Короче Бомбина Ребята Вообще Я говорю Приложение Просто бомба Выходить Здесь Шестеренки Нажимаешь На эти Здесь вот Можно подправлять Экран сам То есть Зрачки Выставляется Да Ориентация Можно Отключить Это то Чтобы Вверх Вниз Камера Управлялась Но я думаю Это никто Не будет Никогда Отключать Потому что Эта фишка Очень сильная Так Дальше Что здесь есть FPV режим Я вам показал Потом Waitpoint Смотрите Здесь какой Вообще Просто То есть Там Помните Да Показывается На изображении Ты отмечаешь А здесь Отмечаются Они вот таким Образом Просто Элементарно Раз Два Три Там Сколько тебе надо В точек Понаставил Нажимаешь Старт И он полетел Туда По этим точкам Представляете Так А вот Play Наверное Нажимаешь Да И он полетел Короче По этим точкам Во Вообще Бомбина Потом Orbita Режим Подождите Waypoint Waypoint Это тоже Короче Это по точкам Это он сейчас включен Вот Объект выделяем Допустим Этот Он его раз И все И рисуете Орбиту Короче Какую вам надо Вокруг него Вот видите То есть Радиус Берется в метрах Вообще И высота Короче Какое вам нужно Уключать Старт И он сам пошел Взлетел И объект Этот облетает Ну бомба Вообще Ребята Честно Я просто Вот Насколько Пользовался Мэвиком Вот тот режим Панорама Про который я говорил Вам Да То есть Ты включаешь Он взлетает У тебя Ты его сам Наводишь Наверное Сейчас Подожди Панорама Панорама Да Там взлететь Наверное Наверное Да Взлетаешь И там появляется Такой Play А вот Здесь выставляется Видите Сколько рядов По моему 5 там у него стояло Этого Да 15 градусов Будет поворачиваться Сделать 5 фоток Поворачиваться А вот Фотографии Заряд 8 фотограф 8 фотографий Будет делать Ширина 360 Здесь в общем Все настройки Настройки И старт Нажимаешь Он взлетает И все И пошло тепло Представляете Какая бомбина Вообще То есть Это приложение Просто Я не знаю Ребята Это находка Находок Вот Фокус Это он Фокусироваться Будет на объекте На каком-то Я так думаю Вот красный взял И фокус Видите Здесь высота Объекта 1 метр Здесь руководство Есть Можно с руководством Можно автонастройка Автонастройка Он сам Томатически настроен Здесь только Ограничение скорости При использовании Джойстика 75% 78% То есть Ограничение скорости Да При использовании Джойстика Давайте поставим 60% Оставим Это все Мы с вами Попробуем Обязательно Как только Погодка Вот сейчас Наладится Ну и Трек Это Запись экрана Теперь сделаем Запись экрана Запись экрана Так Разрешение Записи экрана В линче Вот оно Как называется Лид Чи Ну короче Я набрал Находится Очень легко Вы По поиске Набираете В App Store DJI Mavic И ищите Программа Она там Вторая или третья Буквально Всплывает Сразу Так Вот Настройки Давайте Видео Аудио Посмотрим Настройка Камеры Параметры Экспозиции Видите Здесь все Ручной Автоматический То есть Можно Все выбирать Как бы Все понятно Все на русском Ребята Это просто бомба Так Что у нас дальше Здесь идет Показывает Гистограмму Ну гистограмму Ну короче Все то же самое Только на русском языке Вы представляете И без всяких Там неофициальных Программ Что-то Торренты какие-то Качать Не качать Фотосеттинг Режим Съемки HDR Barst И интервал Ох Размер Здесь изображение JPEG RAV RAV Плюс JPEG Размер изображения 16 на 9 Ну короче Все-все Здесь делаются Настройки Баланс белого Фильтры делаются Стиль IFX Регулировка Вращения Это как понять А Минус Плюс Регулировка Вращения Минус А во Влево Вправо То есть Это Знаете Там в приложении Есть камера Наклон камеры Видите Горизонт Короче Выправлять Сброс Сделаем Выравнивать Горизонт Front LED Turn Off Turn Off Это можно выключать Так Режим Инсакции Файла Focus Mode Автонастройка Я оставил AFK Можно AFK Можно Автонастройку Автонастройку Оставим Все Нет Это все время Запись экрана Идет Запись началась Запись Восстановлена Видите Все Говорит А Вот Разрешать Разрешать Так Блин Вот я о чем говорю Надо выключать Все Теперь я Сейчас должно появиться На фото Давайте посмотрим Ребята С вами Фото зайдем Посмотрим Должно появиться Вот оно Точно Там просто нужно было Разрешить Вот оно Теперь пишет Видите На айфоне у меня Осталось Так Потом посмотрим Ну в общем Вот такой краткий обзор Ребят Где как приложение Я ставлю там Даже фотографию Наверное сделаю Сейчас попозже Там ролик Мы тоже слежку ставим В общем Приложение бомба Ребята Космос Честно Берите Пока есть И прям летайте С удовольствием Ну сейчас Я правда не опробовал Давайте как Подождите пока Не покупайте Пока я не пролечу Чтобы уж на мне испытать Как говорится На дурачке Я пролечу Потом вам Обязательно напишу Стоит ли не стоит Будет оно работать Будет глюч Не будет В общем Мы вас Обязательно предупредим Всем пока Ставьте лайки Подписывайтесь Это я и Алексей Хе-хе-хе-хе